Вопросы, от которых напрямую зависит жизнь славянцев, рассматриваются на каждой сессии Совета Славянского района. Не стало исключением и десятая сессия Совета нашего района. Подробности о том, как она проходила, в нашем следующем репортаже. Поскольку все важные решения нуждаются в подготовке, то перед сессией состоялось совместное заседание депутатских комиссий Совета Славянского района. Была необходимость обсудить вопросы, вынесенные на сессию, чтобы на ней работа шла максимально четко и продуктивно, и не возникло непонимания деталей принимаемых решений. Заседание депутатских комиссий, которое прошло в зале районной администрации, было призвано расставить все точки над «и». После серьезной подготовительной работы было значительно легче обсудить актуальные вопросы, внесенные в повестку дня десятой сессии. Заместитель начальника финансового управления Людмила Бачковская доложила об исполнении бюджета Славянского района за 2020 год. Поступило 625,6 млн. рублей налоговых и неналоговых платежей и 559,4 млн. рублей финансовой помощи из краевого и районного бюджетов, что составляет 47% от общей суммы доходов бюджетов поселений. План по доходам в поселениях выполнен на 102,6%. Годовые бюджетные назначения по собственным доходам исполнили всеми поселениями. Темп роста поступлений в собственных доходах составил 108,3%. Бюджет Славянского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов нуждался в корректировке. Увеличился объем ожидаемых безвозмездных поступлений на 6,457,4 млн. рублей. За счет поступления в районные бюджеты дотации из краевого бюджета для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетом поселения Славянского района на поддержку мер местных инициатив по итогам краевого конкурса в 2021 году. Расходная часть настоящим решением увеличивается на сумму поступивших доходов или на 21,457,4 млн. рублей и в составе 2,961,513,3 млн. рублей. Открывающиеся финансовые возможности помогут в решении насущных проблем славянцев. Депутаты проголосовали за эти важные вопросы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».